Росгвардия отследит авторов публикации о ведомстве в СМИ и соцсетях. На самом деле ничего они не отследят, они не способны на это. А масса народу уже высветила, повесили все фотографии росгвардейцев, нашли их в соцсетях, знают, где они живут, как их зовут, где дети учатся и так далее. Так что Росгвардия пужает, пужает. Так что не бойтесь, вас тоже росгвардейцы отслеживают. Сейчас вот еще несколько таких моментов, как мы записали. Вы же понимаете, что вот это, то, что я показал сегодня в эфире, вот этот ролик, он будет присутствовать на процессе на питерском, в трибунале. Там будут смотреть такие кадры, там будут извлечать конкретных товарищей. Ну, мы немножко отойдем от того процесса судебного, который в России, да. То есть вернемся к тому варианту, по которому судили фашистских преступников. То есть будет судебное следствие. Не отдельные какие-то следователи будут. Нет. Будет судебное следствие. Прямо там же и будут проводиться все следственные действия в суде и так далее. То есть открыто, я имею в виду в трибунале. Поэтому вот эти, смотрели, вот они, вот их список. Ну, пожалуйста, вот там есть трибунал поменьше, который будет заниматься их делами и так далее. Я думаю, что вот таких будут, просто как семечки, в день, там, я не знаю, по несколько десятков тысяч осуждать, там, прям списком. Уехали, бля, на Колыму. И нормально. И вот Северокавказский окружной военный суд вынял приговор исламистам, обвиняемым по делу об убийстве двух полицейских в Астрахани в семнадцатом году. Вот там утверждают, что они охотились на полицейских. Да, вот я не знаю, как те охотились на полицейских, но мы знаем, как охотились на полицейских в 1905 году, в семнадцатом году, в феврале особенно. Потому что до Оксябрской революции они просто не дожили. Да, вот в пятом году, да, и вот в феврале семнадцатого года, в общем-то, основную массу полицейских и прибили. Так что, не знаю, насчет вот этих так называемых исламистов, что ж будет, когда режим падет. Вот, Слава, трибунал должен проходить по Центральному ТВ в онлайне и повтор. Конечно, обязательно. На Центральном телевизоре, а мы говорили, что абсолютно открыто, все в судебной следствии должно быть открыто. Никаких повторов, все должно быть в интернете, сохранена информация, а все там 24 часа в сутки должно идти, в том числе и заседание. То есть онлайн, ничего, никаких перерывов, все вот. Ну, этих, надо поспать, их увели. А процесс продолжается. Следствие идет, кого-то новых хватает. И мы все это знаем, кого ловим, мы знаем, там, вот какую-то фамилию они назвали, там, Пупкина. И знаем всей страной, что ловим Пупкина, тому, что он там, сука, с Путиным что-то куролесил. И все там, чтобы он никуда не делся и так далее. То есть так и будет. А как же вы хотите? То есть мы новые судебные процессы организовываем. Мы организовываем народный судебный процесс. Субтитры делал DimaTorzok